Всем приветики! Я хотел бы вам показать, что делать, чтобы очки не запотевали. Потому что сами я ношу очки, и заходя с улицы, например, в помещение, очки запотевают из-за перепада температуры. Потому что сейчас зима, на улице холодно, очки замерзают. А заходя в помещение, там очень тепло. И из-за этого, из-за перепада температуры, на очки выпадает конденсат в виде такого пара, в виде таких капелек маленьких. вот и ничего не видно то есть вот сейчас если дыхнуть на них вот видно запотело и потихоньку распотевает потому что воздух который изо рта вышел он намного теплее чем температура очков то есть вот я дыхнул и очки запотели и потихонечку распотевает то же самое в помещении когда заходишь очки потеют и потихонечку распотевает но дело в том что тебе приходится минут 5 стоять пока очки распотеют а то и больше а это не очень либо надо их протирать тогда на очках остаются разводы ну и тоже как бы не очень всякие пятна остаются вот оно видно так распотевает вот что делать то есть вот оно запотело видно что оно запотело и вот потихонечку распотевает что делать во-первых вы протрите очки чтобы они были изначально чистые то есть вот как у меня то есть чтобы вам не пришлось их вытирать в общем суть в том что их нужно покрыть пеной от бритья но для начала вы их протрите чтобы они были уже чистые потому что если они будут грязные вы будете их протирать потом то они у вас в итоге вытрятся все что вы там нанесли на них к примеру вот видно же что запотело и сейчас потихоньку распотевает это я показываю чтобы виден был результат типа вот сейчас оно запотевшее вот оно видно что оно запотело и потихонечку распотевает вот потихоньку распотевает и в итоге вот даже еще где-то до сих пор запотевшее вот а когда уже у вас очки чистые берете пену для бритья и небольшой слой такой наносите небольшой слой наносите ну желтина вообще поменьше как бы я уже сильно много даже взял как бы не просто растираете намазываете с двух сторон просто пеной от бритья потому что в пене содержится какое-то вещество которое при высыхании образует пленку на очках и эта пленка не дает в итоге потом запотевать вот ну как я обычно делаю намажу вот так вот и оставлю полежать там на какое-то время чтоб пена именно подсохла блин много а когда пена подсохнет когда она подсохнет уже станет такой ну сейчас она такая вот до нее дотронся и она прямо к пальцу прилипает а когда она полежит подсохнет и уже дотрагиваешься к пальцу не прилипает тогда более-менее растираешь ее ну просто вытираешь очки чтобы стереть все то что осталось как бы ну то есть просто стираешь эту пену стираешь пену и оно там даже видно такой вот слой типа сюда смотришь ничего не видно а там такой вот прям слой появляется какой-то такой видно что какая-то такая в общем если капелька попадает на очки то потом видно что разность между этой капелькой там где очки чистые прозрачные этим слоем он такой прям немножко цвет имейт другой вот и именно он защищает ну суть в чем когда я не знаю получится ли сразу обычно у меня они высыхают и тогда я просто беру все то что высохло просто вытираю вот просто беру и вытираю как бы но это уже тогда когда высохнет сейчас я не знаю получится или нет потому что это я обычно делаю ну пока им ну у меня несколько очков одни я ношу на улице другие дома дома послабее на улице посильнее а вот когда с улицы прихожу я на них нанесу и ложу потом перед следующим выходом вытер и пошел вот как бы ну вот к примеру даже вот так более-менее вытер ну это грубо грубо конечно говоря то есть видно уже там ему разводы появились это конечно но в принципе смотреть не мешает если одеть вот на стекло хотя не вспышка мешает то даже и тут вспышка будет мешать тем более здесь разводы появились но в целом на глазу ну можно получше вытереть да получше протереть ну вот в общем это стекло сейчас попробую снова не подышать ну вот оно уже не потеет я дышу оно не потеет то есть вот оно не потеет ну разводы да осталось их нужно потереть ну потереть так чтобы не стереть их но при этом ну то есть вытирать не начисто а просто чтобы эти это эти разводы не мешали вам смотреть ну чтобы примерно более-менее одинаково было но не начисто то есть там слегка остаются видно какие-то такие ну то есть здесь оно чистое видно а здесь в идеале будет не такое чистое чуть-чуть что-то видно будет такое небольшую какой-то разность между очками здесь вот никаких нету блесков лишних тут будут возможно будут лишние блески и когда будешь смотреть на предметы на обычные ничего не будет видно но когда будешь смотреть на фонари будет такое лишнее освещение но зато не будет запотевать ну в принципе я думаю это небольшая плата то что ты когда будешь смотреть на фонари И у тебя будет свечение, вместо того, что фонарь был бы чёткий За то, что очки не потеют Ну, то есть Так, ты смотришь, например, на лампу Она у тебя чёткая А так ты будешь смотреть на лампу И у тебя возле этой лампы будет такой светящийся Небольшой ореол Такой светящийся вокруг Это именно вот Когда натрёшь очки пеной Но зато, когда ты заходишь в помещение, они у тебя не потеют То есть вот То есть вот сейчас Вот эта очка запотела Мы его ничем не натирали И он сейчас потихонечку распотевает Вот, уже чуть-чуть палец Но это видим, всё, полностью распотело А сейчас сюда подуем На эту очку подули О, она не потеет Ещё раз, на это Смотрим Сюда сейчас Здесь мы и не мазали Вот оно Видно, что запотевшее Вот оно запотевшее Потихонечку Распотевает А сейчас сюда А здесь Ничего не изменилось То есть сюда и думаю Запотевает, сюда и думаю Запотевает То есть даже вот так Даже можно по-быстрому не ждать В принципе, да Просто я обычно жду Это мне тоже кто-то Когда такой рецепт давал Типа, нужно подождать Так я и жду А в принципе, можно и не ждать Можно даже вот сейчас Протереть, чтобы оно получше было Но суть в том, что Если вы там будете Часто протирать очки Этот слой сотрётся Также, если дождь попадёт Тоже слой сотрётся Если снег падает Он же тоже как растаивает И в этих местах тоже слой Ну, будет, короче, вымываться А так вот, если смотреть Разница особо небольшая Что здесь вот Это чистая, не натертая Вот хорошо видно А здесь натертая Здесь уже видно Такой вот блеск идёт По очкам То есть, в принципе, видно Одинаково хорошо, что здесь Что здесь То есть, ну, чёткость В принципе, не меняется Меняется И уже даже не видно Разводов вот этих Но виден какой-то Небольшой такой Именно вот Блеск лишнего То есть, вторая вот Появляется Ну, то есть, здесь вот Ну, даже по Вспышке от телефона Видно, здесь такая чёткая Точечка И здесь такая чёткая точечка Это, в принципе, на внутренней стороне Отражается на той А это на этой Ну, то есть, с двух сторон отражается А здесь видно уже Ну, не точка как здесь, не фонарик виден а уже такая размытая линия вот я про это и говорил, то что фонари у вас будут сильно засвечены вот но это ничего страшного, зато у вас не будет запотевать вот смотрим сюда вот такое запотевшее вот такое запотевшее потихонечку распотевает у меня уже не хватает дыхания на то, чтобы оно запотело сильно а сейчас вот на это которое мы натерли нету ну вот оно не потеет хотя кто-то может сказать а ты не дышишь на нем, нет, на самом деле я дышу и на это дышу и на это но оно не потеет вот оно не потеет, только что дышал на него это потело, а это не потеет кто не верит, можете попробовать сами пена для бритья работает не знаю, как другие шампуни вряд ли сработают именно в пене для бритья где-то в составе есть какой-то компонент который дает такой эффект и поэтому, если вы носите очки пена для бритья натерли одно очко, второе стерли все только не сильно так стерли, чтобы поставить небольшие разводы потом чуть оно подсохло эти разводики немножко убрали но не сильно но у меня вон видно небольшое такое есть что-то такое не, ну тут, конечно, я просто не дотер это нужно убрать но в целом ну разница, конечно, будет это чистое стекло а вот это немножко потертое видно, что ну здесь и фонарь по-другому отражается и то, что вон какие-то такие идут тертости но это не важно на глазах, в принципе вот сейчас я надеваю на глаза одинаково смотрится единственное, что, как я и сказал то, что ну вот у меня сейчас там лампа я сейчас на нее смотрю на том стекле, где не натерто она видна круглой, четкой а на том, где натерто вокруг круглой лампы идут вверх такие полосы и вниз полосы такие свечения ну то есть у вас будет лампа немножко я не знаю видно ли ну, как бы здесь вот четко видно, а здесь видно ну вот такое, типа, натертое но на глазах вот-вот-вот это вот такая штука остается но, в принципе, на глазах на глазах оно не особо видно оно лишь только на видно на на лампе ну вот, в принципе, лампа стоит сейчас у меня настрее сюда светится, освещает мою съемочную площадку если посмотреть через это стекло в принципе, ее видно четко через это стекло ее тоже, в принципе, видно четко но видно вот такое вот так у вас и на глазах будет то есть, что так вы будете видеть лампу четко ну, то есть, вот вы видите через стекло лампу ну, все круглое, все нормально то же самое здесь она у вас будет выглядеть круглой ну, вот появляются такие вот блики два таких вот блика вверх и вниз вот так вот у вас будет и на глазах ну, то есть, в принципе что, ну, я имею ввиду а черт, лампа уже видно четко четко но сам свет здесь ровненький и здесь тоже лампа видно четко вот она аж тоже четко видна но сам свет уже с таким бликом вот они идут вверх полоса идет вверх и вниз идет полоса А вот это вот блики на стекле, ну это не обращайте внимания, это просто из-за того, что вспышка слишком светит. Ну вот они будут такие блики идти вниз и вверх, так тоже вон видно все, все вон четенько все видно, просто на светах будут блики. Так же и тут все четенько все видно, на светах будут блики. Ну а здесь хуже видно, потому что эти же блики сейчас от вспышки идут и не дают видеть все остальное. Без вспышки, естественно, оно вон видно, что все нормально. То есть именно свет будет плохо виден. То есть в принципе такой способ даст мне удобство вам только ночью. Днем фонарей нет и вы даже не заметите никакой разницы. А вот ночью вы когда будете идти, у вас фонари, которые все горят на улицах и вообще везде все что светится, будет немножко такой вот блик давать, который вы сейчас видели. Но это только ночью в основном такие неудобства. А днем у вас проблем не возникнет. Но я думаю это не страшно, потому что пускай лучше немножко блики будут такие, чем когда заходишь в помещение и вообще ничего не видишь. Приходишь снимать очки и там стоять, там несколько либо протирать их и потом заходить. То есть тебе нужно остановиться, снять их, протереть, снова одеть. Плюс там разводы остаются. А начато вытирать это еще дольше. Либо, либо вот просто зашел и сразу пошел без каких-либо проблем. Либо если не вытирать, ждать надо там, это вообще долго тогда. Спускать их на нос. И тогда ты в принципе видишь, что плохо, нечетко. И ждешь пока они отпотеют. Это тоже минут пять. Либо вот зашел и никаких проблем. Так что, такой вот способ. Как-то так. На этом все. Всем пока-два.